Так получилось, что у Татьяны Кравченко не сложились отношения с коллегой по сериалу Сватой Людмилой Артемьевой. Что не поделились любимицы публики. По словам Кравченко, на съемочной площадке Сватов Артемьева вела себя очень вызывающе и не считалась желаниями коллег. Возможно, артистку попросту сразил приступ звездной болезни. Люси пришла в проект, когда уже сыграла таксистку в одноименном сериале, и вела себя как звезда. Мы же все на эту популярность. А мы кто были? Ни Добронравов, ни я, ни Васильев звездами не были. Она вела себя как Примадонна. Люси стала менять мизансцены по своему усмотрению, могла на себя повернуть камеру так, чтобы у нее был фас, а у меня профиль. Допустим, мы должны идти вровень на камеру. А она отставала специально, чтобы я к ней поворачивалась и выглядела не в лучшем ракурсе, вспоминает 70-летняя Татьяна Эдуардовна. Кравченко пыталась поставить на место коллегу и заявить о себе. Но несмотря ни на что, она не держит зла на Артемьеву. Я тоже не лыком шита, потом и сама стала отставать. Однажды получилось, что мы вообще встали, а должны были идти. И тогда я высказалась, что я, подыгрывать ей сюда пришла что ли. Мы никогда с ней не дружили, но она работала в нашем театре, мы всегда здоровались, и вдруг такое поведение. Люси, конечно, подходила на свою роль и приносила свои идеи, актриса, она, безусловно, хорошая. И надо признать, что наш конфликт тоже сыграл в пользу фильма, отметила артистка. А однажды Татьяна Эдуардовна чуть было не влюбилась в партнера по сватам Федора Добронравова. А ведь на тот момент актер был не свободен и, надо сказать, не позволял себе засматриваться на других женщин. Кравченко все понимала, но все же шла на поводу у своих чувств и пыталась привлечь внимание актера, но у нее ничего не получилось. Сегодня она рада, что так вышло. Ничего не было между нами. Хотя я была не против, потому что была не замужем, но он оказался прекрасным семьянином. Вы не представляете, как он любит свою жену Ирочку, у них два прекрасных сына, оба замечательные актеры, резюмировала Кравченко. Продолжение следует...